Пред новогодние приятные хлопоты жильцам 10 шушенских многоквартирников омрачила необходимость оплатить необычную квитанцию за теплоэнергию. Услуга эта в нашем поселке и без того не самая дешевая, а в платежке за декабрь 2014 года значилась сумма ежегодной корректировки. Потери в семейных бюджетах понесли те собственники квартир, в чьих домах общий счетчик появился и начал эксплуатироваться в 2013 году. Весь же 2014 год людям начислялась плата по показаниям умного прибора за 2013. Сверились со свежими данными за год и оказалось, что за 14 нужно доплатить. Суммы, учитывая невысокие доходы большинства шушенцев, вышли значительные – от 2 до 8 тысяч рублей и более. Жители обратились в администрацию района и прокуратуру. Руководство теплоэлектросетей провело обширную кампанию в местных СМИ, где объяснялись все аспекты и законные основания корректировки. На этой неделе в офисе энергетиков прошла встреча с жителями, на которой присутствовал глава района Петр Сасин и руководители местных коммунальных организаций, так или иначе причастных к проблеме. Вы скажите, по начислению. Они понятно, как вам рассказали, как начисляли. У вас есть вопросы к ним или нет? Тогда мы задим слово Анатолию Викторовичу, директору управляющей компании. Он вам расскажет, как в 2013 году приняли, кто расписался за сохранность пломб, как оказалось, что пломбы сорваны, что двери открыты. Анатолий Викторович сейчас пояснит. Вопросов к руководителю единственной в Шушенском управляющей компании «Жилсервис» оказалось немало. Люди жаловались и на жару в квартирах, и на плохое состояние подъездов, и внутридомовых коммуникаций. Директор «Жилсервиса» настаивал на том, что в своих бедах собственники жилья чаще всего виноваты сами. В элеваторной, сколько мы замков уже не делали по Шушенскому, жители сами срывают. Я не говорю про ваш чисто дом, но срывают, идут, сами регулируют, сами... Между тем, от состояния теплового контура домов с установленными теплощетчиками во многом зависит рациональное использование теплоэнергии, а значит и сумма итоговой корректировки. Она отражает и длительность отопительного сезона, и погодные условия. Прокуратурой района, куда обратились жители, проводилась проверка обоснованности и правильности проведенной корректировки. В действиях энергетиков нарушений не выявлено. При подготовке к проверке прокуратурой запрошены первичные документы, это показания теплощетчиков за 2013-2014 год, реестры начислений за коммунальную услугу по отоплению. Также к проверке привлечен специалист, имеющий бухгалтерское образование для проверки правильности расчетов. Кроме того, нами проверена процедура начисления вот этой корректировки за коммунальную услугу по отоплению. Корректировка произведена в соответствии с требованиями постановления номер 307 от 23 мая 2006 года. Вся процедура соблюдена, корректировка произведена правильно, как по расчетам, так и по процедуре ее проведения. Произведена в соответствии с требованиями постановления правительства. Закон есть закон, и жителям домов с установленными теплощетчиками нужно ожидать итоговой корректировки и в конце 2015 года, и, возможно, в 2016. До этого времени будет действовать постановление правительства, которое утверждает правила начисления платежей. Ксения Соковикова, Алексей Кавторев, Руслан Гущин. Программа «Южные горизонты». Продолжение следует... Продолжение следует...